Данный материал содержит элементы рекламы. На телецентре появился еще один облагороженный сквер по адресу улицы Иловенской, 98-2. Ранее здесь была неухоженная зона с гаражами, а теперь местные жители могут с удовольствием там проводить свое время. Ты знаешь, когда там были гаражи, наверняка местные жители все равно с удовольствием проводили там время. О, поверь, да. Я знаю, что такое времяпрепровождение в гаражах. Поверь. Также появились пешеходные аллеи, парковочные места, освещение и скамейки. Еще обустроены две детские и одна фитнес- и одна многофункциональная спортивная площадка. В прошлом году вокруг этого сквера были отремонтированы несколько дворов многоквартирных домов, обустроены парковочные места, отремонтированы тротуары и благоустроены зеленые зоны. Ну, молодцы. Ты знаешь, обожаю такие новости. Легкие, прекрасные, когда жить нам становится легко и красиво. Я очень люблю новости, когда расширяются дороги и асфальт на них появляется ровненький такой, понимаешь? Ровненький. Ты прям многого хочешь, Дим. Да, наверное. Ну, вот, давай хотя бы этим. Хотя нет, я скажу даже по-другому. Я очень люблю, когда сначала, значит, выкапывается вся улица, там меняются трубы, чтобы не надо было менять трубы через месяц после того, как уложен новый асфальт. После этого все это закатывается асфальтиком, вокруг такая красота. Ох, и едешь. Главное, в машине тихо в этот момент. И монетки, как в Марио, из подвески не выбиваются. Это было бы очень хорошо. Ну, ладно, когда-нибудь и до такого доживем. Самое ближайшее, я надеюсь, будущее. Ну, а вообще, скорее всего, мы раньше всего поговорим о том, чем дата сегодняшняя в истории примечательна. Так что наша традиционная рубрика – это день в истории. 24 июня 1959 года. Не, подожди, это моя реплика. Ну, давай. 24 июня 1959 года в Москве Хрущев пообещал вице-президенту США Ричарду Никсону показать Кузькину мать. Показал? Я – да. Но не Никсону. Так, в принципе. Да-да, но ровно еще в этот день, только уже в 1973 году, Леонид Брежнев во время посещения с официальным визитом США заявил о том, что холодная война закончена. Да, но, как вы понимаете, на самом деле все только начинается. Ждем только Кузькину мать, кто кому ее покажет. Да, да, да. Вот это пока вопрос. Да, в общем, время покажет. Ну, а пока что подробнее. А дать сегодняшний. 24 июня 1901 года в Париже открылась первая выставка Павла Пикассо. Уже за неделю до этого художник стал объектом внимания. Правда, не критиков, а тайной полиции. Дело в том, что он, когда носили агенты, волосы отрастил длинные, предпочитает носить черные пиджаки и шляпу, и к нему ходят неизвестные личности. И самое ужасное, консьержка донесла, что он ходит и приходит в разное время, иногда даже в час ночи. А бывает, что и вовсе не ночует дома. Подозрительному художнику было на тот момент 19 лет. 24 июня 1990 года в Москве на стадионе Лужники состоялся последний концерт легенды русского рока Виктора Цоя и группы кино. После этого Цоя с гитаристом Юрием Каспаряном уединились на даче под Юрмалой, где под акустическую гитару начали записывать материал для нового диска. Этот альбом появился на свет уже после смерти Цоя. Музыканта не стало, но его песни поют до сих пор. А миллионы поклонников уверены, что Цой жив. Ежегодно 24 июня в Шотландии широко отмечается День независимости. В этот день, в 1314 году, в битве при Банакберне шотландский король Роберт Брюс разбил армию английского короля Эдуарда II, восстановив независимость своей страны. Несмотря на то, что окончательно независимость Шотландии была подтверждена только в 1328 году, а впоследствии вновь утеряна, и Шотландия по-прежнему входит в состав Соединенного Королевства Великобритании, 24 июня – это национальный и любимый праздник шотландцев, который отмечается очень широко и красочно с фестивалями, танцами, концертами и народными гуляниями. Клубника хороша не только в сладкой выпечке или в десертах, но и в других. Ой, она хороша в принципе. Да, и не в сладких блюдах она себя проявляет изумительно. Знаешь, такой оттеночек контраста вкуса. Да. В общем, мы для вас подготовили прямо сейчас необычные рецепты, которые перевернут ваш взгляд на эту летнюю ягоду. И хоть клубника уже заканчивается, но все равно можно отметить это завершение как-то ярко. Начнем с приготовления летнего салата. Это легкое и очень вкусное блюдо подойдет даже для праздничного стола. Для двух порций возьмите 150 граммов клубники, 30-40 граммов грецких орехов, 30-40 граммов сыра с плесенью, половину красной луковицы, 100 граммов руколы. Для заправки 2 столовые ложки оливкового масла, 2 чайные ложки бальзамического уксуса, пол чайной ложки меда, соль, перец по вкусу и хлопья чили для пикантности. Первым делом приготовим заправку. Лучше всего смешать ингредиенты в банке. Отправляем в нее соль, перец, выливаем мед, бальзамический уксус, его при желании можно заменить лимонным соком, и оливковое масло. Закрываем банку крышкой и хорошо все встряхиваем. Клубнику моем, чистим и нарезаем четвертинками. Если ягоды мелкие, делим пополам. Лук нарезаем полукольцами. Далее отправляем в миску руколу и вливаем к ней половину заправки. Аккуратно все перемешиваем руками, чтобы сохранить текстуру зелени. Добавляем лук и перемешиваем. Теперь приступим к сервировке. В тарелку высыпаем щедрый слой руколы с луком, сверху раскладываем клубнику, а между дольками кусочки сыра. В нашем случае это нежная горгонзола, но вы можете заменить ее тем сыром, что вам нравится. Можно взять фету или нежирный творог с зернистой текстурой для максимально нейтрального вкуса. Завершите все орехами, оставшейся заправкой и щепоткой хлопьев перца чили. Второй рецепт – пряный клубничный соус к мясу. Густой, насыщенный, он даст фору любому кетчупу. Возьмите 300 граммов клубники и 100 граммов кетчупа, лучше домашнего. 3 столовые ложки винного уксуса, 1 чайную ложку копченой паприки, соль, черный перец, сахар по вкусу. А также четверть чайной ложки хлопьев чили. Клубнику моем, очищаем от хвостиков и измельчаем в блендере. Пропускаем пюре через сито, чтобы избавиться от косточек. Добавляем в пюре паприку, чили, соль, черный перец и сахар. Примерно 3-4 чайные ложки. Ставим все на огонь и выпариваем пюре в течение 10 минут, помешивая его. Вливаем уксус, перемешиваем и оставляем еще минут на 5 на огне. Переливаем в миску. По мере остывания пюре станет еще гуще. Добавляем кетчуп. Он заземлит все вкусы и добавит глубины. Перемешиваем до однородности. Соус готов. Он идеально дополнит мясные блюда. Особенно вкусное сочетание получается с куриным паштетом. Приятного аппетита! Коронавирус, про который, к счастью, в последнее время разговоров все меньше, сподвигнул систему здравоохранения сделать колоссальный, большущий, не просто шаг, а рывок вперед. Ну, правда. Да. Это касается не только создания эффективных мер по реагированию на быстрое распространение вирусов, но и технологий, используемые для лечения, ухода и наблюдения за пациентами. Ученые подтверждают, что к следующей пандемии, если вдруг она случится, не дай бог, конечно, человечество готово. Я вообще наблюдаю так время от времени за тем, что появляется из новостей в публичном пространстве. То, значит, сейчас геев будут вакцинировать от обезьяния оспы. Серьезно? Это прям не фейковые новости? Я не знаю. Я не проверял. Поэтому на всякий случай мнение авторов может не совпадать с мнением редакции. Помимо этого, что-то из раза в раз нас предупреждает о какой-то новой пандемии. Да сколько можно? Не будем загадывать. Главное, что вот человечество готово ко всему, если что. Уже человечество ли. Продолжаем. Медицинское оборудование значительно усовершенствовалось за последние два года. Некоторые клиники применяют телемедицину, чтобы защитить врачей от заражения вирусом. А использование роботов рассматривают в качестве перспективы на ближайшее будущее. Дефицит аппаратов для искусственной вентиляции легких в начале пандемии вдохновил ученых на изобретение аналогичного автономного устройства. При использовании обычного аппарата вентиляции легких надо войти в палату и вручную внести изменения в настройки на сенсорном экране ИВЛ. Например, чтобы изменить насыщение кислородом с 55 до 65 процентов, нужно надеть защитный костюм, физически войти в палату, поменять настройки, затем выйти из палаты, снять и выбросить костюм. Это требует огромного количества средств индивидуальной защиты и каждый раз подвергает опасности заражения медработника. По задумке изобретателей, роботизированный ИВЛ позволит сократить как расходы больниц, так и дефицит медработников в случае новой пандемии. Для применения технологии достаточно закрепить устройство на действующий аппарат вентиляции легких. Это вполне доступная технология. Оборудование с планшетом стоит около 1000 долларов. Таким образом, можно обновить управление существующими ИВЛ. Работа над новым аппаратом на заключительной стадии. Изобретение успешно прошло испытание. Благодаря компьютерной модели сымитировали дистанционное управление ИВЛ пациента. Сейчас необходимо определить материалы, которые выдержат работу в палатах интенсивной терапии. Нынешнюю модель создали на 3D-принтере. Нам требуется небольшое дополнительное финансирование на подбор таких компонентов ИВЛ, которые можно легко и эффективно дезинфицировать. Ведь их можно протирать, не создавая риска для передачи болезни от одного пациента к другому в условиях постоянного нахождения в отделении интенсивной терапии. Команда Кригора разрабатывает и роботов, призванных упростить труд хирургов. Это устройство помогает накладывать швы при сложных операциях на кишечник. Робот уже прошел клинические испытания на свиньях. Результаты удовлетворили исследователей. Ни у одного из животных не было послеоперационных осложнений. Стоимость аппарата составляет 90 тысяч долларов. Мы решили полностью изменить парадигму. Ныне существующие медицинские роботы управляются дистанционно, и хирург может прописывать каждое движение робота вручную на пульте управления. Мы же хотели, чтобы робот выполнял процедуру автономно, а хирург просто наблюдал и контролировал робота. Сейчас специалисты проектируют новую умную машину, идея создания которой возникла также во время пандемии. Разработка позволит врачам получать ультразвуковую визуализацию легких пациентов. Совершенно не стареет киногерой Чебурашка. И вот тут у самых внимательных ушко должно навостриться и увеличиться до размеров самого Чебурашки. Какой киногерой? Казалось бы, да? А ошибки тут нет, кстати. Чебурашка теперь и в кино, не только в мультфильмах. Об этом мы вам тоже уже рассказывали. Увидеть ленту о приключениях любимого всеми персонажа вы сможете уже в следующем году. Ну а прямо сейчас мы вам расскажем, какие сюрпризы ожидают телезрители. Что у нас тут такое? Он был когда-то странной игрушкой безымянной, а теперь Чебурашка-любимец миллионов и главный герой приключенческого блокбастера. Авторы фильма открывают новую главу жизни забавного существа с большими ушами и огромным сердцем. Настало время раскрыть тайну его происхождения, показать, кто воспитал культового героя и где его семья. Это совсем новая история. Все, что касается судьбы Чебурашки, что он, как он к нам попал, его связь с апельсинами, это все остается по-успенскому. И поиск своих родителей, поиск и понимание того, кто он на самом деле, это все как в исходнике. А вот сама история, она гораздо более глубокая и гораздо более кинематографичная, на мой взгляд. И хотя мир за прошедшие годы изменился, Чебурашка останется таким же, каким был 55 лет назад. Мастера компьютерной графики вырастили оптимистичного, наивного и невероятно любознательного героя, который никогда не сидит, сложа лапы и всегда готов прийти на помощь. Чебурашка – образец того, каким должен быть персонаж семейного кино. Чебурашка – импульс добра. Фильм этот, конечно, о многих вещах. Об одиночестве, о дружбе, но он также о том, что надо прощать. Эта картина напомнит, что все трудности можно преодолеть, если рядом настоящий друг. Чебурашка невольно меняет судьбы всех персонажей. От маленькой девочки, родителей которой находятся на грани развода, до одинокого садовника и заставляет стать чуточку лучше. Это не крокодил Гена, это человек Гена, садовник, хранитель дендрария, человек, живущий среди растений, деревьев и цветов, непростой семейной ситуации. Здесь есть элемент сказки. И в то же время мне очень нравится. Все-таки ощущать мне достаточно нормальной сегодняшней жизни. Изменившись, любимые герои сказки станут ближе и понятнее современному зрителю. Силу образа шапокляк мы оставили и сохранили. То есть она будет не совсем такая, она будет немножко меняться и внутренне, и внешне. Женщина шикарно одета, у нее безумно дорогие украшения. Чебурашка, ставший символом детства, все тот же трогательный зверек, который создан для того, чтобы искать друзей среди новых зрителей. Увидеть любимого героя в кинотеатрах можно будет в следующем году. Юмор, экшн-приключения и много апельсинов прилагаются. Данный материал содержит элементы рекламы. Компьютерные алгоритмы уже уверенно проникают еще и в творческие профессии. Существующие языковые базы данных в сочетании с искусственным интеллектом помогают людям создавать качественные тексты. Ну, конечно, на собственные произведения компьютер пока не способен. А вот, например, стать соавтором – это ему вполне под силу. Современные языковые базы данных – огромное поле для исследований. Многие из них в открытом доступе. Для последнего эксперимента использовали крупнейшую и самую продвинутую на сегодня модель GPT-3. Смысл заключался в том, чтобы понять, насколько полезной может быть база данных при написании текстов и готовы ли люди активно применять ее в своей работе. В исследовании участвовало несколько десятков человек. Мы провели интервью с двумя сотнями человек, отсеяли половину из них, а затем из оставшегося числа отобрали 60 для дальнейшего участия в исследовании. Каждый из них написал очень много сочинений с разным уровнем взаимодействия и желанием использовать алгоритм в качестве помощника. Суть нового интерфейса в том, чтобы предлагать автору варианты дальнейшего фрагмента сюжета. Их, как правило, пять. Языковая модель GPT-3, с которой мы работали, смотрит на контекст, который ранее сформировался в тексте. Здесь она берет положение курсора за точку для ориентирования. Потом алгоритм уже предсказывает варианты следующего текста на основе данных, которые использовались для того, чтобы его натренировать. Автор может выбрать один из вариантов, изменить его или полностью проигнорировать. Таким методом всего было написано полторы тысячи текстов. При наблюдении за их созданием исследователи подметили несколько интересных деталей. В случае, когда автор принимает и редактирует предложенный вариант, текст получается намного более разнообразным с точки зрения лексического наполнения. Мы предполагаем, что модель помогает выйти за рамки словарного запаса, который авторам постоянно используется. Также мы заметили, что в текстах, написанных с помощью алгоритма, содержится намного меньше грамматических ошибок. В среднем 30% текстов составили, опираясь на языковую модель. К слову, в журналистской работе такой подход вряд ли пригодится. Мы все еще на стадии, когда языковые модели плохо обрабатывают фактическую информацию. Они также могут предлагать варианты, которые мы оцениваем как предвзятые, токсичные, что, безусловно, требует редактирования человеком. Хотя для художественного текста модель может быть очень полезной, ведь она часто генерирует нестандартный текст, ломая шаблоны. Автор проекта «Минали» надеется, что эта работа позволит создать нестандартные языковые помощники, и переписка двух друзей примет неожиданный поворот. Но вот с креативностью и художественным мышлением человека никакое устройство посоревноваться не может. В Румынии будут признавать дипломы, аттестаты и вообще все научные степени, которые мы получаем в Молдове. Да, межправительственное соглашение также включает правила взаимного признания документов об образовании, полученных до присоединения Молдовы к баллонскому процессу. То есть в Румынии будут признавать и документы об образовании, выданные до введения 12-летнего среднего образования. На основе этих документов граждане Молдовы смогут поступать в вузы Румынии. Договор также устанавливает специальное положение взаимного признания дипломов и документов об окончании аспирантуры. Соглашение заключили сроком на 5 лет с автоматическим продлением, а его главная цель – это развитие и укрепление отношений в северах образования Молдовы и Румынии. Ты знаешь, мне кажется, что цель эта реализуется очень хорошо на самом деле. Мне кажется, что все больше людей уезжает за границу. Ну да, это открывает в некоторой степени пути для… Путя. Да. Но тем не менее здорово же, что какие-то препоны падают на пути получения образования в той стране, где бы тебе хотелось. Согласен полностью. Это даже не добавить, не убавить. В общем, поэтому сейчас без лишних слов дать поговорим о том, что нас ожидает сегодня, как всегда, в астрологическом прогнозе. Овен. Не переживайте из-за трудностей, которые могут возникнуть в первой половине дня. Ладить с окружающими будет сложнее, чем обычно. Не исключены мелкие разногласия. Однако влияние позитивных тенденций будет усиливаться быстро, так что ситуация вскоре изменится к лучшему. Телец. Будьте готовы к неожиданностям. Они сегодня могут возникнуть и в деловой сфере, и в области личных отношений. Вам очень пригодится умение замечать мелочи, обращать внимание на то, что ускользнуло от других. Близнецы. Старайтесь не терять самообладание. Это будет непросто в первой половине дня, когда что-то может пойти не по плану. А окружающим будет сложно понять, почему вы поступаете так, а не иначе. Вероятно, разногласия с давними союзниками, хорошими знакомыми. Рак. День вас ждет беспокойный, едва ли удастся действовать по плану. Куда вероятнее, что придется импровизировать и что-то придумывать на ходу. Общение с близкими потребует терпения и самообладания. Лев. Не расстраивайтесь, если что-то сложится не так, как вы ожидали. Не удастся быстро справиться с каким-то сложным делом. Настойчивость и оптимизм помогут и добиться цели, и произвести хорошее впечатление на людей, чье мнение для вас важно. Дева. Прежде чем браться за какие-то сложные дела, убедитесь в том, что сможете справиться с ними самостоятельно. К сожалению, даже люди, прежде не раз приходившие на помощь, сегодня не смогут поддержать вас. Самые сложные вопросы вам придется решать в одиночку. Весы. Сосредоточьтесь на работе. Сегодня вы сможете достичь в ней заметного прогресса. Удастся справиться с делом, которое оказалось не по силам другим. Ваши успехи не останутся незамеченными. Скорпион. День будет насыщенным и интересным. Он хорошо подойдет для того, чтобы проявить инициативу в делах. К вам сегодня прислушаются те, кто прежде был настроен скептически и просто игнорировал чужие мнения. Стрелец. Что бы ни происходило в начале дня, старайтесь сохранять оптимизм и хорошее настроение. Не переживайте, если что-то пойдет не по плану, а дела, которыми вы рассчитывали заняться, придется отложить. Вскоре станет ясно, что все происходящее идет вам на пользу. Козирог. День едва ли ознаменуется какими-то важными событиями, но в целом сложится удачно. Он подойдет для новых начинаний. Вы быстро поймете, как нужно действовать. Давние знакомые будут охотно помогать вам. Можно рассчитывать на их поддержку в любых обстоятельствах. Водолей. Стоит быть осторожнее во всем, что связано с деньгами. Не спешите со сделками и покупками. Проверьте дважды любые финансовые документы, прежде чем ставить под ними свою подпись. В остальном день будет благоприятным. Рыбы. Старайтесь вести себя максимально дружелюбно и с давними, и с новыми знакомыми. Это не самый простой день с точки зрения общения. Может быть сложно найти общий язык даже с теми, с кем вы прежде неплохо ладили. Вспоминайся известный анекдот про катай гречку. Когда первый день, фу, гречка, второй день, на-а-а, а третий день, вау, гречка, помнишь это, да? Я думаю, с чем это связано? С тем, что выхода нет. Это связано с тем, что любая еда, она должна быть своевременной. Не зря говорят, дорогая ложка к обеду. Вот и сейчас самое время. Дорога клубника в июне. Вообще она дорога. Дорога, в принципе, да. Очень дорога всегда. Но да ладно, не о клубнике речь на самом деле. Нет, есть некоторые блюда, знаете ли, которые в любой момент, как не окажутся перед вами, так вы всегда и есть хотите, а они для вас просто вау. Да. Фуагра, например. А вот не пробовалась. А зря, с рябиновым соусом, какое-нибудь мраморное мясо. Их ты, ладно, не знаю, не знаю, что нам приготовит Дмитрий Бойко, но сейчас посмотрим. Все это в рубрике рецептов от бренда Амбассадора, наших партнеров, сеть магазинов Максимум. Всем доброе утро, я Дмитрий Бойко. Как всегда в это время мы вместе с сетью магазинов Максимум делимся новыми интересными кулинарными рецептами или идеями к вашему завтраку. Да, и не только к нему. На повестке этой недели у нас абрикосы, сезонный продукт, чтобы приготовить классного из абрикос. Сегодня будем готовить такую выпечку. Кто-то называет ее датская, кто-то называет ее просто обычной выпечкой. Но, тем не менее, приготовим сегодня что-то простое и легкое. Итак, у меня есть небольшой кусочек слоеного теста, слоеного дрожжевого теста. Я его сейчас слегка чуть-чуть раскатаю. Вообще, на самом деле, запекать вот эту вот сезонную историю я очень сильно люблю, поверьте мне. Потому что мне кажется, что это реально очень просто и легко вообще, по сути, сделать какую-то такую сезонную выпечку, которая не требует очень много каких-либо затрат. Сейчас я возьму чуть-чуть муки, припылю стол, потому что я постоянно говорю об этом, о том, что когда вы покупаете готовое слоеное тесто, то оно всегда достаточно толстое. Поэтому его лучше чуть-чуть раскатать, чтобы оно комфортно и нормально пропеклось. Итак, я вот так вот раскатаю чуть-чуть, уже квадратик там или кружочек, сами сориентируйтесь. Вот так вот достаточно. Небольшое сделаю. Вот так. Все, у меня тесто готово. Положу его сюда на пергамент, пускай здесь побудет. А мы тем временем с вами должны нарезать абрикос. Когда вы будете использовать абрикос для выпечки, не нарезайте его очень мелко. На самом деле, пополам будет достаточно, ну, максимум на четвертины. Потому что, когда вы будете его запекать, он чуть-чуть усохнет, а вам все равно хочется сочности добиться. Это очень важный момент. Поэтому не мельчите сильно абрикос, когда будете запекать. Вот столько, я думаю, будет хорошо. Нарезаем пополам. Для того, чтобы у нас все было не слишком сухо, мы с вами добавляем небольшое количество сливочного сыра. Совсем чуть-чуть, не нужно много, иначе он у вас начнет гореть. А это нам совершенно ни к чему. Поэтому я беру чуть-чуть мягкого сыра и вот таким вот образом намазываю на тесто. Как бы перестилаю его, для того, чтобы, как будто бы, знаете, как заварной крем. Но это сыр. Обычный сливочный сыр. Вот таким вот образом. Готово. Теперь поверху сыра мы с вами выкладываем наши нарезанные абрикосы. В таком, я люблю, так, знаете, виллаж стайл. Такой деревенский стиль чуть-чуть. А что-то я бы еще одну добавил, мне кажется, такую небольшую, маленькую. Хочется, чтобы абрикос был абрикосом, понимаете? Вот так. О, вот теперь шикарно. Хочу добавить сюда на центр чуть-чуть совсем кусочек сливочного масла. Это нужно сделать для того, чтобы, когда мы с вами добавим чуть-чуть сахара, чтобы абрикоски чуть-чуть карамелизировались. Поэтому возьму такой небольшой кусочек, добавлю сюда небольшой и сюда небольшой. Теперь добавляю одну столовую ложку сахара сверху. Для ароматики буквально несколько штучек розмарина. И все готово. Теперь у меня небольшой бардак. Можно добавить чуть-чуть голубики, если хотите, вот так буквально несколько. Но мы можем добавить чуть-чуть сверху сейчас и чуть-чуть потом уже перед подачей, потому что, ну, мне кажется, что так будет вкуснее. И теперь мы с вами вооружаемся пальцами. Все, как я говорил. Защипываем. Мы готовили такие галеты с вами уже не один раз. Защипываем. Галету вот так вот по кругу. Собираю ее. Делаю ей такие специальные борта. Предохраняя. Все. Посмотрите, как симпатично вышло. Быстро, просто и легко. Духовой шкаф. У меня сегодня продолжает моим кулинарным помощником быть духовой шкаф от бренда Ханса. Мы с ним уже подружились и давным-давно работаем. У него много потрясающих режимов. В том числе и режим разморозки есть. Вот он, видите, обозначен снежинкой тающей. Есть гриль, есть супергриль. Когда нужно буквально, знаете, в течение нескольких минут буквально что-либо загрилить. Тоже очень удобно и комфортно. Ну, а дальше все остальное. Конвекция. Двойная конвекция. Жар сверху и снизу. Суперудобный, комфортный. В белом цвете. Очень классный духовой шкаф, которым я доволен. Который выполняет свою функцию на все 100%. Мы с вами помещаем нашу галету буквально на 10-15 минут. Посмотрим по цвету. А этого будет достаточно. Я сказал о том, что нужно разогреть духовку до 195 градусов. На самом деле до 200, а потом можно опустить чуть-чуть. Вот так. Отлично. Все, что нам осталось сделать, это дождаться результата. Ну, а я хочу вам всем напомнить о том, чтобы вы не забывали следить за нами в наших официальных социальных сетях Maximum.md на платформе Фейсбука, Ютуба, ТикТока и Инстаграма, где происходит много чего интересного. Мы дождемся абрикосовую галету, посмотрим на результат и будем заваривать свежий кофе. Ну что ж, наша абрикосовая галета готова. Давайте доставать. Еще раз спасибо большое, Ханса, за прекрасно выполненную работу. Посмотрите, какая красота. Шик. Возьмите этот рецепт себе на вооружение, ведь галета с абрикоса это то, что делается очень просто, очень легко. И самое главное, невероятно вкусно и просто. Штука, которая супер актуальна к завтраку, да и вообще. А если вы сюда еще и кусочек пломбира, то можете, собственно говоря, пропадать. Меня зовут Дмитрий Бойко, мы с вами увидимся в следующих выпусках. Я желаю вам приятного аппетита, хорошего настроения в продолжении. Увидимся, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Данный материал содержит элементы рекламы. И снова доброе утро. У нас опять рубрика таких маленьких предсъемочных историй. Таис сегодня с утра выходит, говорит, значит, вот это вот лицо, знаете, прокуренный голос. И говорит, дайте мне гитару. Я говорю, Таис, ну что происходит вообще? Она говорит, петь хочу. Я говорю, Таис, ну вот в воскресенье у хороших ребят концерт. Можешь пойти туда и попеть. На самом деле, да, почти все так и было. Сегодня мы как раз поговорим таки о благотворительном концерте в парке Валя Морилор, который состоится уже в это воскресенье. Но со всеми подробностями обратимся к нашим гостям. Итак, сегодня у нас в гостях основатель приюта АОВА Чигир Галина. Доброе утро. Доброе утро. А также ребята, гитаристы фронтмена группы Сани, это Лунгу Артем и Алексей Смотин. И еще фронтмен группы Лакрима Николай Мишкой. Доброе утро. Доброе утро. Ну что, я смотрю, как-то мы все больше на рокерские темы в последнее время разговариваем. Это приятно. И это хорошо. И это хорошо. Да. Давайте поговорим, наверное, сначала о хороших делах, да? Вот, о делах в первую очередь. Потому что обрамление – это хорошо, но все-таки сверхзадача и цель, наверное, в первую очередь. Вот поэтому давайте про цель. Галина. Да. Вам слово. Ну, во-первых, мы вносим благодарность нашим молодым людям, что они обратили нас внимание. Это была наша давнишняя мечта, чтобы какие-то люди именно искусства обратили внимание на наш приют и на нашу большую проблему, которая не только наша проблема, а проблема, ну, как бы вообще общества, отношения к бездомным животным. Она есть, и от этого никуда не деться, к сожалению. Мы бы рады, чтобы этой проблемы не было бы. Но она, к сожалению, есть и очень долгие годы. И она у нас почему-то никак не решается. И мы очень рады, что вот откликнулись ребята нам помочь, потому что у нас действительно очень тяжелая ситуация. А сколько вообще у вас собак плинить? Нам нужна любая помощь. У нас их около 700 собак. 700? Ого-го. И многие из них, знаете, многие из них, если бы они еще были бы все здоровы, это было бы полбеды. И многие из них инвалиды, у них сломаны спины, они неходячие. Многие из них не видят. У многих ампутированы конечности, потому что их сбили машины, либо извечили даже сами люди. Много очень щенков, много старых кошек, которые доживают вот свой век у нас. И это все очень легло тяжелым бременем на нас. И нам очень тяжело с этой ситуацией справиться уже, к сожалению. А что необходимо приюту АОО для того, чтобы хоть чуть-чуть ситуацию улучшить? Ну, вы знаете, нам необходима в первую очередь земля, которую нам почему-то никак не может выделить наш муниципальный совет. Хотя решение есть в выделении земли два года назад. Но, к сожалению, почему-то никак вот этот вопрос не решается, хотя решение есть. И нам нужна очень наша земля. И нам нужны капитальные вольеры. Как бы остальное мы все сделаем сами. Мы умеем это делать. Я прошу прощения, можно я перебью? Вы просто все рассказываете о том, как улучшить приют для того, чтобы собаки там находились. А я за то, чтобы популяризировать, то есть, внимание к этому делу. Потому что ни для кого не секрету, что многие держат у себя, вот у меня кокер, к примеру, да, это породистый, это не дворняжка. А у вас там процентов 90-80, наверное. А унистов тоже много, да. Породистый тоже есть. Ну, в любом случае, то есть, приют это всегда дворняжки. А люди как бы такое себя относят к дворняжкам, потому что мы постоянно их видим в адврах, и мозг привыкает к этому. Люди хотят чего-то экстравагантного. Поэтому, я думаю, в первую очередь нужно научиться забирать их оттуда и дом находить, а не для того, чтобы сыро и строить. А научиться не отдавать их туда. Вы знаете, дело в том, что, хочу сказать по своему опыту, что 10 лет назад еще, когда приют только начинался, так и было. У нас, к нам приезжали очень многие люди за животных. Сейчас этого нету, к сожалению. То есть, тенденция пошла, люди не хотят животных. А вот мне интересно, кстати, с чем это связано? Мы бы рады бы отдать, да. Вот это с тем, что люди боятся, связано с тем, что люди боятся брать ответственность? Ну, с чем-то связано. Может быть, как-то меняется сам человек, у него нет потребности уже, он как-то более привык к технике, к машинам, но к живому уже, живое общение уже не надо. Давайте все-таки опрактично. К сожалению. Люди, которые в воскресенье придут к вам на концерт, чем они могут помочь? Помимо своего внимания к этому вопросу, вы принесете пару животных и инвалидов, насколько я понимаю. А как вообще это будет происходить? Вы же сказали мне, когда мы общались с вами по телефону, что вы не всем подряд будете. Как, что у нас появился ведущий. Да, да, я забираю вас немножко зарплаты. Вы же рассказывали, что не всем подряд будете раздавать. Ну, потому что мы относимся очень ответственно, у нас были случаи, когда животных, ну, мы знали о том, что их выбросили, что их, мы находили даже их, нам возвращали тяжело больных животных, которых брали у нас здоровыми, а возвращали тяжело больными. И поэтому мы очень много вкладываем в них не только морального, но и материального. То есть, получается, можно прийти на концерт, забрать животное, присмотреться к нему? Нет, мы просто, ну, желательно, да, то есть мы уже, как бы раньше мы отдавали животных более с легкой душой, с легким сердцем как-то. В последнее время почему-то уже страшно за них. Вот просто как-то, знаете, мы прикипаем, они к нам попадаются все маленькими, мы их растим, вкладываем в них все, и потом очень страшно, чтобы оно не оказалось где-то. А можно ли принести корм в качестве помощи, там, например? Есть ли в этом необходимость у приюта? Да, у нас очень, у нас животные очень тяжело живут, мы варим кашу в тяжелых условиях, у нас корма не хватает. То есть корм, каша, вообще припасы еды? Да, это, конечно, да, у нас это очень актуально. Ага, на самом деле, так, чтобы вы понимали, например, в одном магазине, так, чтобы не называть название, продается корм, там, по-моему, за мешок в районе 150 лев, если я не ошибаюсь. То есть это не так много денег, и вы можете купить, например, и не только там, огромное количество мест по городу, где можно купить корм, привезти, и, поверьте, это будет не лишним. Более того, я так понимаю, что еда и попроще, в том числе и кости, на которых можно сварить что-то, тоже можно все это... Так, ну что, давайте поговорим про мероприятие. Что будет? Какого формата концерта? Ребята, 26 числа, это будет, ну, крутое, это, ну, и понятно, мы часто видим уличных музыкантов на Валя Морила, это вообще не тот формат. Куча аппаратуры, бас-гитары, электрогитары, барабаны, все это подзвучено через микрофон, то есть это полноценный крутой концерт, только без сцены. Все будет вот здесь и сейчас, все в легкой атмосфере, где-то на тротуарах, люди сядут, стоят, сидят, будут отдыхать, все будет легко, круто, замечательно. Сыграет группа Лакримы, мой дружище Коля Николай Мешкой, группа Санни сыграет и немножко в легкой атмосфере просто под акустику поем. С 18.00 до 22. То есть это 4 часа концерта? Конечно, это мало. Обалдеть, это очень много. У нас песен много. Да, проходимость людей, как раз, чтобы много-много-много поколений гуляющих по Валям Орилор поняли, что идет сбор денег на благотворительный приют, благотворительный сбор на приют. Зато тогда сможет посетить концерт, потому что он длинный, если кто-то где-то работает, он закончит работу и на концерт. Убираем двух зайцев сразу. Я предлагаю не убивать зайцев. Давайте. Если мы представляем, у нас два коллектива сейчас у нас в гостях, вот мы сейчас хотели бы послушать, наверное, одного из зайцев. Николай. Живого. Называл ли вас когда-нибудь мужчина зайкой? Нет. Пока я это бываю в первый раз. Я никогда этого не ждал. Вот так вот оно неожиданно случается. Что, что, это будет одна из песен, которая будет звучать на концерте? Да, думаю, что да. Причем она будет звучать в акустике, я ее собираю сам. Мы с группой ее еще не доделали, поэтому пока буду один. То есть вот так, как всегда, в последний конец напиливается материал, да? Ну, есть такое иногда, да, бывает. Так, давайте послушаем, о чем песня. Значит, прошлый раз, когда мы были у вас в гостях, я вам спел свою песню «Беззаветной любви». Сегодня я вам свою песню «Безответной любви». Если «Беззаветная» не требует ответной любви, то «Безответная» как бы требует, но ее нет. Причем музыка не моя, это музыка Джона Резника, группа Google Dolls есть такая американская, если помните. Все наверняка помнят фильм «Город ангелов» с участием Николаса Кейджа. Там звучала песня «Айрис» как раз этой группы. Я всегда мечтал написать свой какой-то на русском языке текст под эту музыку, потому что я очень люблю эту песню. И вот буквально недели-две-три назад мне это удалось. Причем это не адаптация, это не перевод, это просто как бы мое видение, в принципе. Давайте послушаем. И назвал ее «Мужчины не плачут» со знаком вопроса на конце. В конце. Все-таки остаются вопросы. Поехали, Куль. Никогда не забуду тот вечер, Когда ты опустила глаза И сказала, что ты, к сожалению, В своем сердце не видишь меня. И с тех пор я не ведаю жизни Я не знаю, как люди живут Когда ночью не снятся им сны о тебе И они меня вряд ли поймут Говорят, что мужчины не плачут Но взгляните хоть раз мне в глаза И они обо всем вам расскажут От чего на ресницах слеза Я смотрю в небеса без надежды Я не жду утешений от звезд Я блуждаю один Среди улиц ночных По дорогам Мокрым от слез Говорят, что мужчины не плачут Но взгляните хоть раз мне в глаза И они обо всем вам расскажут От чего на ресницах слеза От чего на ресницах слеза От чего на ресницах Ла-ла-кри-ма Браво! У меня есть предложение В качестве финальной песни концерта Чтобы выступила вместе с кем-то из вас Ребята, чтобы спела Галина Вы поймете? Галина, что скажете? Ну, это будет прям вишенка на торте Не знаю, я, честно говоря Я, если слеза, не решаюсь Вариант песни Собака бывает кусачей Только от жизни Да, тоже, кстати Хорошая добрая старательская песня И попала собака Да, или так В общем, напоминаем Все вообще это великолепие музыкальное Для того, чтобы напомнить вам О том, что уже в это воскресенье Состоится концерт Навали Мориор На котором рок-концерт На котором будут собраны деньги Для собачьего приюта Аова Сегодня мы говорим с основателями концерта И с основателями приюта Да, но не забывайте В воскресенье пока мы не знаем Какая будет погода Уличные концерты Это всегда проблема Потому что приходится подстраиваться под погоду Поэтому, что будет, если будет дождь? Да, это очень серьезный на самом деле Друзья Ну, к сожалению Нам придется перенести И, друзья, мы переносим ровно на неделю Так что не унывайте Поработать еще чуть-чуть Ближе к зарплате Это же хорошо, правильно? Конечно Вот, еще недельку поработаем И в следующий воскресенье встретимся Это если будет дождь Это прям гроза Ну, прям видно, что капец будет дождь Если как-то так Более-менее Мы, наверное, все-таки соберемся Потому что уже не так переносили А если будет более-менее То тогда можно и через неделю Тоже еще раз повторить Да Можно и так, и так говорить Правда Хорошо, значит так Помимо Мы уже поняли, что можно приносить еду Можно приносить деньги Для того, чтобы отчислить их На благо приюта Аова А еще Все, что... Кстати, где есть какая-то подробная информация? На каких страничках? Да, на страничках Ну, можно найти в Фейсбуке Либо Дондалион То есть, страница Дондалиона То есть, это компания, которая организовывает Rock from Moldova Можно найти там и в его сообществе И, в принципе, на встрече Вальстриткончерт Точка Валя Морил Это информация о нас Я так понимаю Вы хотели узнать О приюте, где можно Да, в Фейсбуке Вроде есть Да, у нас есть наша страница Мы там тоже Несколько постов сделали Значит Все, значит Информацию можно найти Вам огромное спасибо За то, что Во-первых Хорошее дело Это важно Во-вторых Галин За приют Прямо отдельное спасибо За смелость Я не знаю И за мужество Я один раз был в приюте Для собак Я больше не хочу туда ехать У меня аж переворачивается Все внутри Говорю, что там демо, да? Да Ну и, собственно, что? Давайте послушаем еще одну песню Давайте, да, напоследок Чтобы уходить так с музыкой Спасибо большое Дорогие друзья Группа Сани Группа Лакримен Приюта Ова Классные ведущие Песня кораблей Которую посвящают своей девушке Поехали Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Скрипы в пустой квартире нити Наши жизни знали Как влюбляться знали Как не бояться Может В лучшем мире Может В новом мире Также Не смогли Уплыли Как уплыли Коравли Но Вожми меня за руку Отведи меня за реку И помолчи Молчи В озоне Распросила Радугай Не движутся медленно По рукам Кораны И бегут Мурашки По коже В полночь Ночью На восходе Цифрам Цифрам не напишут Что любовь не в моде Должен стать мир чище Мы должны сражаться И не должны бояться Я не привык смиряться Я плыву туда Где корабли За тобой Возьми меня за руку И отведи меня за реку И помолчи В озоне Распросила Радугай Не движутся Медленно По рукам Корабли И бегут Мурашки По коже От поцелуев Возьми меня за руку И отведи меня за реку И помолчи Возьми Возьми Распросила Радугай Не движутся Медленно По рукам Корабли И бегут Мурашки По коже Спасибо Первый в истории Полет самолета На полностью Экологически Чистом Авиационном Топливе Прошел На днях В Швеции Слушай, а до этого Они на грязном летали? Ну естественно Очень непонятно Экспериментальный перелет Двухмоторного Турбовинтового Самолета Был проведен Совместно Франко-итальянским Производителем Авиационной Техники АТР Шведской Авиакомпании Братхинс И финской Энергокомпании Несте Ну а далее цитата После более чем Ста лет коммерческих Полетов на Керосине Авиация Находится на пороге Новой Эры Заявил Исполнительный Директор АТР Стефано Бартоли Самолет этот Вылетел из аэропорта В городе Мальмё И приземлился В аэропорту Брома В Стокгольме Полет длился Около часа Двадцати минут На борту Находились Два пилота И механик Ну а нам пришло Время с вами Попрощаться И пожелать Прекрасной Великолепной Доброй Легкой Незабываемой Пятницы Где? Где он? Где что? Слова синонимов? А в очередной раз Ты на нем сидишь что ли? Да Я его так сказать Впитал С молоток С молоком матери Чудесного вам Уикенда Дорогие наши Пускай все складывается так Чтобы вы отдохнули Успели восстановить силы Баланс Свой Рабочий Отдыхательный И чтобы с новыми силами В понедельник Мы повидались Да Вот собственно В понедельнике увидимся До встречи Пока Пока Данный материал Содержит элементы рекламы Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин